Архангельский 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 большого хода набрала. Я в петьке помешал, пару прибавил, сам тороплюсь рулем в ротию. Баня разошлась, углами воду за версту зараскидывала. Небывало шну, невидало шну, одноместную бурю подняла. Кругом море с покои, берега киснут. А посередке, ежели со стороны глядеть, то-то вьется, пена бьется, вода брыжется и дым валит, как из заводской трубы. До кого хошь, доводись переполошиться. Со стороны глядеть, похоже на животину и на машину. Животина страшна, а машина-то страшнее. Ну, страшно-то не мне, да не нашему Йомским. Рыбы и народ любопытный, им все надо знать. А в бане новости завсегда самый свежий, самый новый. Рыбы к бане со всех сторон заторопились, а мы промышлям. С судов промышляют по обнагновенному, по старому заведению. А я с бани рыбу стал брать по новому, по банному. Шайкой в воде поболтаю, рыба думать ее в гости зовут. И в шайку с тайками, а к бане кусяками. Мне и сваливать-то рыбу места нет. На полок немного накладешь. Стали наши рыбацкие суда середом да всяко в свою очередь к бане подходить. Я шайкой рыбу терпаю, боськи набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю, полно судно отходит, друго подходит. Это дело с краю бани, а в середке баня топится, народ в бане парится, рябиновыми вениками хвощите. От рябинового веника пару больше, жар легте и дух вольготнее. Стопы дым запонапрасну не пропадал, в трубе коптилку завели, это уж без меня. Я баню тупил, да рыбу ловил. В коротком времени все суда полнехоньки рыбы набил. Судно не брюхо, не раздасте, больше меры в него не набьешь. Набрали рыбы, сколь суда да в нас влезло, остальную в море на развод уставили. К дому поворотились, груженный суда. Тут я с баней расстался, за дверную ручку попрошался. Домой пошли. Я на заднем суденушке сел на корме, да в воду муку стал легонько трусить. Мука на воде внехонькой дорожкой от бани до уймы легла. Легла мутька на морскую воду, на рассоле закисла разом и тестяной дорожкой стала. За нами следом зима шла, морозом пристукнула, вода застыла. Тестяна дорожка смерзлась от середки моря до самой нашей деревни. Мы в ту зиму на коньках к бань по морю бегали. Рыбу тсю или хлебный дух тстяной дорожки и по обе стороны избились. Видимо, не видимо мамайвыми полтиссями. Мы в баню идем, не вода закидываем, вымыемся, выпаремся в морской прохладности, продышимся, не вода рыбы полнехоньки на лыжи и поставим. На коньках бежим, ветру рукавицы помахиваем, показываем, куда нам поветерь нужна. У нас в банных вениках парни успевали остывать, вот сколь скоро домой доставлялись. Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловить. С того разу и повелись зимные рыбные промыслы. Весной лед мякнуть стал, рыбьи стаи тстяну дорожку растолкали, понесло ее по многим станищам хорошему народу на пользу. К весне тесто в море полно пору выходило. Промышленники тесто из моря в петьки лопатами закидывали. Который кусок пекся караваем, а который рыбным пирогом. Рыба в тесто сама влипала. Просоленно было здорово. Поешь осолонишься и опосля тя пьешь в уходку. С той поры, как баня жаром да паром море нагревать стало, и потепление пошло, и льды пораздвинулись, и зимы легче стали. Степан Григорьевич Писахов Годы жизни 1879 по 1960 10-й. КОНЕЦ